Буду печь вкуснейшие тыквенные маффины. Основа у нас будет тыква, натертая на мелкую терку. Здесь у меня 400 грамм. Дальше потребуется 180 миллилитров растительного масла. Я беру обыкновенные подсолнечные, которые рафинированные. 300 грамм муки, 4 куриных яйца, 2 чайные ложки разрыхлителя, 250 грамм сахара, немножко корицы, горсть грецких орехов и щепотка соли. Тыкву я измельчала на комбайне вот на такую мелкую терку. Можно измельчить, конечно, вручную, но я ускорила процесс. Теперь приступаем к тесту. Разбиваю в емкость для смешивания, 4 куриных яйца. Добавляю сюда щепотку соли, немножко корицы и отправляю сюда весь сахар. Теперь нам надо яйца с сахаром смешать. Взбивать в данном случае нет необходимости. Необходимо просто, чтобы яйца с сахаром соединились. И теперь буду отмерять прямо сюда 180 миллилитров растительного масла. И теперь необходимо все это смешать. Теперь отправляю сюда тыкву. И опять смесь перемешиваю. Теперь я измельчу орехи в стопке. Можно порубить их ножом. Сильно мельчить не буду, так, чтобы орешек чувствовался потом. Большую половину отправляю в тесто, а оставлю меньшую часть для украшения. Теперь мне необходимо сюда просеять 300 грамм муки. Музыка Музыка Смотрите продолжение в следующей серии. Сразу добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя и все тщательно перемешиваю. Тесто получается вот такой консистенции, оно достаточно жидкое. Я буду выпекать в маленьких порционных формочках. Выпекать необходимо при температуре 180 градусов приблизительно 25 минут. Ориентируйтесь на свою духовку, проверяйте на готовной зубочисткой. Все, теперь буду раскладывать по формам. И заполнять форму необходимо где-то на 2 трети, так как они еще вырастут в процессе выпекания. Ну и часть возьму голубеньких. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов и буду выпекать приблизительно 25 минут. Вы ориентируйтесь на свою духовку и проверяйте готовной шпажкой, она должна быть сухой. Оставшееся тесто разложу по силиконовым формочкам. Тесто получается достаточно много, так что при желании можете уменьшать пропорции в 2 раза. Вы видите, сколько у меня заняло форм, поэтому ориентируйтесь на свою семью. У меня семья большая, я пеку в такой пропорции. Вот такие красавцы в итоге у меня получились. Эти я уже достала и Китти немножко допекается. Оставила на 5 минут, так как пекла все одновременно. И, конечно, время, если все вместе выпекаешь, то увеличивается. Эти уже достала и те потом вот-вот уже подойдут. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. И давайте разломаю вам, покажу, как выглядит он внутри. Подумала, что вам будет интересно. Вот так он выглядит. Тесто немножко такое, как бы, влажноватое, но это за счет тыквы. И когда остывает, у него корочка становится такой хрустящей, сахарной. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится.